В этом году увеличилось количество несчастных случаев на дороге, возросли случаи летальных исходов. Причиной тому невнимательность как водителей, так и пешеходов, говорят представители правоохранительных органов. Так ли это, решила узнать наша съёмочная группа. На проезжей части быть бдительным нужно как пешеходам, так и водителям. Соблюдение правил движения на дороге, переход в положенных местах – вот главные требования. Аварийные ситуации создаются из-за игнорирования этих элементарных мер. Мы сейчас практикуем такое, что привлекаем обоих, устанавливаем в вину и как водителя, и так и пешехода. В этом году в Павлодарской области произошло 198 дорожно-транспортных происшествий, где 21 человек погиб, 183 получили травмы различного характера. Как водители, так и пешеходы утверждают, что освещение на дорогах плохое, из-за чего можно попасть в ДТП. Освещение очень плохое, видимость практически нулевая, особенно в дождь. То есть, очень много аварийных ситуаций происходит из-за этого. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы над освещением поработали в городе. Переды идущие машины иногда даже не увидишь в дождливое время, в непогоду. Просто, когда включаешь фары, не видно, что с фарой горят. Она с мокрым асфальтом сливается. И, ну, желательно, чтобы в нашем городе освещение улучшили, ярче сделали. Это будет хорошо и для нас, то есть для водителей. Также это будет безопасно и для пешеходов. Сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе проверяют освещение на дорогах. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что света действительно не хватает. К концу месяца, продолжил Бауржан Макашев, будет известно, поддержат ли выдвинутые предложения местные исполнительные органы. Проблема освещения на дорогах и пешеходных переходах остаётся актуальной. Будем верить, что в следующем году она изменится в лучшую сторону.